Всем привет, ребята, меня зовут Сёма, вещаю вам на канале Кадр.ком из глубин своего карантина. Я нахожусь в гардеробной, это мое рабочее место, здесь я уже не выходил 2 месяца, работаю удаленно. Но есть очень классная и интересная тема, которую я хочу вам рассказать, и надеюсь, вам будет полезно и интересно это видео. Пару раз я вспоминал об этой новой интересной фиче в каких-то своих видео или эфирах в Инстаграме, и народ сразу пишет, расскажи подробнее, расскажи подробнее, рассказываю. Если вы, как и я, сидите дома, и вся ваша работа связана с постоянными видеозвонками, и как и у меня, у вас никогда не было веб-камеры, потому что нафига в принципе она кому-либо нужна, она максимум встроена в ноутбук, у меня в макбуке, но в макбуке веб-камера. Вы знаете, что такое камера в макбуке? Нет, это не то, что боль, это не то, что просто кто-то забыл, что она там есть в Apple, и они такие типа, а, точно, у нас же веб-камера есть. Давайте посмотрим документы. Когда последний раз мы меняли веб-камеру в макбуке, технически меняли ее, а где-то в 93-м году, наверное, блин, такое говно там, просто невероятно отстойная камера в супер дорогом свежем новом ноутбуке макбук про. Это отдельная тема, гореть не собираюсь. Поэтому я приобрел себе вот такую Razer-камеру, которая дает Full HD 60 FPS, у нее есть вот такая подсветочка, я могу крутить кольцо, и это веб-ка, в которой даже свет встроен. И в принципе, когда здесь полная темнота, я вам могу сказать, здесь мансатное окно светит прямо на меня, даже пересвечивает, я так понимаю, немножечко, но когда здесь полная темнота, вот этого окна, вот этого света хватает, если ты играешь там и стримишь вот на таком плюс-минус расстоянии, как я обычно делаю, регулируется яркость. Короче, очень крутая штука, shout-out в комментариях, если хотите, чтобы я рассказал поподробнее вообще про свой стримерский сетап, если вам эта тема интересна. А сегодня хочу вам рассказать про вот эту веб-ку, которая у меня есть здесь, видите, всего лишь 5D Mark IV. И вы спросите, Семен, как же ты подключил EOS 5D Mark IV к компьютеру? Так, чтобы он работал, чтобы эта камера работала как вебка. Наверное, у тебя есть карта захвата, и ты подключил HDMI в карту захвата, а карта захвата по USB в компьютер. Да, у меня есть карта захвата, но я подключил не так, как я умею, да, подвести тему. Подключил я при помощи вот такого простого кабеля, если вы не в курсе, а вы, наверное, в курсе, Mark IV оборудован micro USB 3.0, выглядит он вот так, такой тоненький и широкий, как micro USB 3.0, 2.0, да, только еще с одной штучкой. Короче, у меня есть вот такой кабель, только подлиннее, я его воткнул в обычный порт USB, воткнул в компьютер, установил определенный драйвер, ссылка на который будет прямо в описании к этому видео. И что вы могли бы себе подумать, 5D Mark IV определяется как веб-камера. Все это сделано потому, что Canon в рамках борьбы с коронавирусом, будь он не ладен, выпустили специальный драйвер, который называется EOS Webcam Utility Beta. Beta почему? Потому что есть определенные минусы, я о них чуть позже расскажу, но давайте интересно прочитать, что они здесь написали, я сразу же, сурдоперевод будет. Так много из нас сидит сейчас по домам и втыкают, жрет постоянно, толстеет и все время на видеозвонках. Самое важное становится качество этих видеозвонков. Включи свою совместимую камеру, а тут есть список совместимых камер, и преврати ее в high-quality веб-камеру. Так, чтобы все люди в Zoom или в Google Meets или чем-то там видеосвязь организовал себе, просто все офигели. В данном случае для меня это стало в первую очередь интересно, потому что я хочу себе это завести в ОБС, потому что я стримлю игры, стримлю всякие разговорные шоу. И, конечно же, это просто бомбина. И забегая наперед, скажу, что бета, есть бета, лучше стабилочка, веб-камочка и как бы понеслась. Но сама технология интересная. И сама технология у меня вызывает один вопрос. Какого фига только в 2020 году Canon? Какого фига понадобилось, чтобы полмира, блин, закрылась дома, или весь мир закрылся дома и все сидели, чтобы кто-то допер? Не выпустить ли нам один драйвер, блин, по одной ссылке за 5 секунд установить, и люди бы пользовались нашими камерами еще больше? Люди бы садили сенсор прям вот бесконечно? Быстрее бы камеры ломались и быстрее бы покупали новые? Canon, подсказочка вам. Нет, они говорят 4К без кропа, да это для лохов. Стримить только с USB провода? Нет, это для лохов. Покупайте всякие Blackmagic и все остальное. Ну, в моем случае я купил просто Avermedia 100 лет назад на 60, она даже Full HD 30 кадров в секунду, а не 60. Но вот как бы Canon в своем репертуаре. Так вот, что нужно для того, чтобы превратить именно вашу Canon камеру в веб-камеру? Я, как уже сказал, нужно скачать определенный драйвер, но для этого нужно, чтобы ваша камера поддерживала этот драйвер. А это EOS DSLR камеры 1DX Mark II, Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D Mark II, 7D Mark II, 77D, 80D, 90D. И дальше целый ряд, целая куча других камер, вплоть до пауэршотов. Свеженькие пауэршоты, конечно, G5X Mark II и G7X Mark III и даже пауэршот SX-70HS. А что это такое? Я даже какой-то пауэршот сколько тысяч лет этой камере. Мне кто-то напишет в комментариях или нет? Список камер достаточно внушительный. Тут, конечно же, есть беззеркалки M6 Mark II, M50 и M200, EOS R и EOS RP. Короче, много камер. Большая вероятность, что у вас какая-то из этих камер есть. Вы можете подключить ее просто при помощи USB. Итак, все, что вам нужно сделать. Я вам, значит, даю горячую инструкцию. Хотя драйвер уже пару недель назад вышел. Вам нужно, во-первых, чтобы камера соответствовала, скачать драйвер, установить его и все. В принципе, во всех приложениях, где приложение обращается к списку веб-камер, должна появиться EOS Utility, там оно называется. Например, в моем случае, если я добавляю видеоисточник, источник, нет, не источник медиа, а добавить устройство захвата видео, окей, то вот здесь в выпадающем списке у меня есть Razer Kaya, Avermedia, это все, что я по HDMI подключу в Avermedia, и EOS Webcam Utility Beta, окей. И видите, вот теперь в OBS у меня написано EOS Webcam Utility Beta. И теперь, если я сделаю вот так, где тут, оп, включил камеру. Магия! Блин, конечно, 16.35, это очень круто, и я могу вот так вот подстроить фокус, правда, очень плохо вижу, и на самом деле скажу так, что 16.35 вот так вот на Full HD экране, давайте сделаем вот так, и... Так, тут есть такая функция полноэкранный режим на вот это. Вот, видите, OBS выдает полноэкранный режим. Видите, немножечко, конечно, есть лаг, но... Но не это интересно. Интересно, если я в OBS нажму свойства этой камеры, то я увижу, что это стандартное значение, а это значит, по USB камера передает значения настройки те, которые лучше всего работают. Но если ты говоришь пользовательские, и хочешь сам настройки выбрать, какие, что получать с вашего источника, то тут есть только один к одному, не знаю, это, наверное, бета какие-то, один на один пиксель разрешения можно получать. Либо 1024 на 576, вроде, да, свойства. Еще раз посмотрим. 1024 на 576, да. Вот, видите, подлагивает что-то, а сейчас уже нормально. 1024 на 576, это максимальное разрешение, которое вы можете снять, блин, с фулл фрейм сенсора, с таким, блин, объективом и все, и оно такое вот мыльцо на 4К экране выглядит. Конечно, если вы все-таки видеозвонок хотите сделать, то, например, Google Hangouts, тот, который сейчас, Google Meets, поддерживает максимум 720p. Это даже до 720p не дотягивает, если честно. Zoom поддерживает и Full HD звонки платные, так там, по-моему, и 4К поддерживает. Короче, разрешение, наверное, самое минимальное, и USB 3.0 может пропустить гораздо больше, понятное дело. Очень, я надеюсь. Честно, сейчас советую вам установить, просто если у вас нет вообще никакой вебки, кроме как вот эта вот дыра в MacBook Pro или в MacBook любом, если у вас есть просто дыра в MacBook, а не вебка, это просто, давайте называть это правильно, дыра, то можете попробовать. Если у вас есть хоть какая-то вебка, я бы советовал не париться и не заморачиваться. Может быть, разве что ради эксперимента. Если же у вас пылится камера, и вы все время на видеозвонках, попробуйте удивить ваших собеседников такой офигенной качеством картинки и даже размытием. Интересная функция. Короче, если вам интересна вообще тема стримов, я на этом очень упорот. На самом деле, у меня, видите, тут сетап именно вот так мониторы размещены, а не два рядом. Есть на то причина, поверьте, я их вертел всеми возможными способами. Я ваши мониторы вертел, знаете ли. Есть аудиоинтерфейс 1, есть аудиоинтерфейс 2, прям специально стримерский. Есть вот такая вот бодяга с микрофонами, есть эта вебка. Ух, тут, короче, trust me, тут дофигища всего интересного для тех, кто увлекается и интересуется темой стримов любого рода. Там PlayStation, все это можно стримить и аккуратно, и удобно делать. Сзади меня зеленка, как вы можете видеть. То есть я здесь, I'm real, you know, все по-серьезному. Короче, жми лайк и подписывайся на канал. Всем пока.